Короче, я плюс-минус справился с управлением, но... Да, оно чисто как Dead Doda работает в третьей GTA. Ну, в общем, да. Таким образом, вы, может быть, не покосаете в хлам свое транспортное средство. Благо, оно у меня хоть вообще здесь летать может. Ну что, друзья, весна подходит к своему завершению. И самое время посмотреть, что у нас там наворотили в Dying Light. Ну, естественно, речь идет про первую часть, и сегодня у нас с вами будет рубрика, которую я назвал «Отборная солянка». Сегодня я покажу вам несколько модификаций на DL1, которые кажутся мне довольно странными и специфичными, но при этом они конкретно так изменяют геймплей по отдельным составляющим. Сегодня будет две модификации как минимум, просто третья под огромнейшим вопросом, но это, короче, гачи мод, но мне надо проверить, работает ли он полностью. В принципе, модификации достаточно интересные, поэтому начнем мы с какой-нибудь простенькой, а далее уже доберемся до той, что глобально меняет геймплей, хотя непонятно, как с этим делом вообще тогда проходить игру. Но с вами сегодня «Спектр», Dying Light 1, как всегда, на экране. С вас, как обычно, лайки, если нравится эта рубрика. Выпускаю я довольно редко, но, тем не менее, она довольно хорошо вам заходит. И, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие ролики по первой части Dying Light. Поэтому дайте приступать, давайте посмотрим, что у нас там наворотили, и начнем мы, пожалуй, с дополнения «The Following». Итак, первая модификация на сегодня. Это дополнение «The Following», если вы вдруг не узнали. И эта штука называется «Bubbs Airplane». Вообще, честно говоря, уже название достаточно интересное, если кто не понял, это «Воздушное транспортное средство». Ну да, получается, можно так сказать. К сожалению, она доступна в дополнение «The Following», как я и говорил, хотя скриншоты были из оригинальной части DL, но, к сожалению, там не указано место, где можно его найти. Поэтому придется воспользоваться тем, что мы имеем по первичной информации. Итак, я нахожусь сейчас в самом первом поселении, и, естественно, эта штука полностью реплейсит транспортное средство господина Крейна. И вот как она выглядит, и вот где она у нас с вами находится. Дополнение, если что, у меня абсолютно не пройдено, поэтому давайте сначала осмотрим это дело. Для того, чтобы взлететь, вообще летать по меру игры, да, нам нужно топливо, но это, в принципе, логично. И, насколько я знаю, здесь все функции были по... Подожди, апгрейд. А, тут еще можно апгрейды делать, да? Но, как видите, моделька здесь все равно сохраняется с транспортным средством, при том у меня проблема с колесом, но, к сожалению, мне нечем это дело латать, и так как дополнение у меня целиком и полностью не пройдено, мне приходится вдовольствоваться тем, что мы имеем. Давайте попробуем сесть сюда. И, да, у нас тут даже есть своеобразная анимация всего, как тут это происходит, но она немного кривоватая. На этой штуке можно ездить. Ну, короче, знаете, как я вам скажу? Привет, Додо! Привет, Додо из GTA 3, короче, дамы и господа. Ну да, типа штука, которая вроде как транспортное средство, но работает слегка по-иному. Ёлки-палки, никогда меня не пускайте за руль! Вообще никакого транспортного средства. Так, секунду, вот так уже гораздо лучше. Короче, я плюс-минус справился с управлением, но... Да, оно чисто как Додо работает в третьей GTA. Ну, в общем, да. Таким образом вы, может быть, не покосаете в хлам свое транспортное средство. Благо оно у меня хоть вообще здесь летать может. Только я до конца не понимаю, как именно управлять им, чтобы оно просто летало. То есть то, что оно высоту набирает, это, конечно, клево. Притом, я не уверен, как еще здесь распространяется поломка. То есть, смотри, в теории, если я сломаю тачку полностью, она же мне поехать, да, не сможет? Или здесь используется немного иная механика. Ну, в общем, сейчас немного полетаю и время покажет. Кстати, приземляться на писту тоже нужно аккуратно, потому что здесь решает именно гравитация. Типа, если хотите посадить и не покосать его, автор написал, слегка тапайте W. Но на меня это вряд ли распространяется. Я всегда долблю клавишу, как сумасшедший. Но ничего не поделалось. Вот, допустим, так. Видели, у меня ничего не покоцалось. То есть самое первое, что у нас там, подвеска, да, какая-нибудь? Или, не знаю, трансмиссия, неважно. В общем, она не страдает, а то хорошо. Написал, что рулить, в принципе, не сложно. Подтверждаю. И, притом, путешествовать по миру игры не так уж и трудно. Но, правда, с учетом того, что я совершенно не могу сейчас нормально понять, как лететь и взлетать, абсолютно хрен его знает. Скорость снижаешь, она выше не поднимается. Вот можно, кстати, с этого инструкцию почитать получше. Но, ладно, время покажет. Сегодня мы просто смотрим на интересности, которые сюда завезли. Короче, я немного посидел, сейчас покопался еще в инструкции. Там сказано только то, что если вы сломаете все детали, то самолет, соответственно, вообще не полетит. То есть тут, получается, можно сломать 4 из 5, и это довольно круто. Но, вон третья и пятая, которые, ну, вы видите, да, внизу слева на экране, они, как я понимаю, ломаться явно не будут. Но у меня в любой момент кончится топливо. Короче, да, интересная хрень. Она, кстати, целиком и полностью не ломает кооператив, я почитал. То есть тут есть два места, если что. И, во-вторых, здесь еще и квестовые задания с этим самолетом, они так же активны, как и с баги. То есть абсолютно никаких проблем, можно так облететь хоть весь Харан. Ну, альтитуда нормальная здесь, кстати. Опа! А вот, кстати, поломалось кое-что. Ладно, не суть. В общем, да лечу сколько смогу, всецело я понял, что это за хрень. Ну, кстати, это, правда, очень интересная штука. Любители дополнения The Following, которые хотят перепройти это дело, я бы крайне рекомендовал эту штуку. В воду я ее, соответственно, не повезу. Нахрен оно мне не надо. Давайте просто сейчас вернемся обратно. Также, кстати, и прокачка здесь работает. Подождите, Skills. Ну да, Driver. То есть все нормально, все то же самое. Левел целиком и полностью спокойно распространяется здесь на все вот эти улучшения, да, которые можно потом и заделать. Ладно, ну, всецело, получается, все. Единственное, что я не добавил, нитро, ребят, не работало, да. От нитро здесь толку нет, поэтому Shift классы бесполезно. И вот, собственно, топливу моему пришел конец. В следующий раз, когда мне понадобится залезть в эту штуку, я, наверное, трижды подумаю. Притом, ломается она полностью или нет, не знаю. А можно ли вообще, кстати, транспортное средство было бы уничтожить в The Following? Без понятия. Но я все ближе к тому, чтобы попробовать осилить The Following без использования машины. Думаю, вы это прекрасно понимаете. Ладно, это был мод номер один. Давайте смотреть, что у нас сегодня приготовлено по цифре 2. Итак, момент номер два. У меня где-то 20 минут заняло, чтобы поставить эту штуку. И при том, как я понимаю, она не совсем даже корректно работает. Но название модификации довольно интересное. Она называется No Viral Mod. Что переводится на русский как Dying Light без зараженных. Вообще, написано, что тут есть некоторые огрехи. То есть, они могут встречаться. Но только заскриптованные, соответственно, зомбаки. Но давайте мы на это дело с вами посмотрим. Давно, кстати, хотел посмотреть, что действительно будет есть и выпилить всех зомби в Dying Light. Насколько это будет странно. Написано, что также модификация, она абсолютно никак не влияет на общий геймплей. То есть, в миссиях все будет так же, как обычно. Но здесь есть заскриптованные зомби, которые так или иначе появятся. Связано это с тем, что здесь содержится какое-то количество лута в мире игры. Которые все эти зомбаки должны, соответственно, охранять. Вот, например, да. Но, с другой стороны, я не понимаю, какого рода абсолютно должен быть лут. То есть, например, если это какие-то ящики, то нахрена вообще нужна какая-то армада из зомби, да, которая это дело охраняет. В общем, эта модификация целиком и полностью влияет именно на скриптовую составляющую. То есть, оно не удаляется с помощью каких-то, ну, замен файлов, да. Да, здесь конкретно надо со скриптами работать, чтобы это произошло. Благо, человек написал его сразу для трех вещей. Это дополнение The Following. И, соответственно, днем и ночью. Дневное время, ночное время. Как вы понимаете, это никак не распространяется вот на таких людей. Поэтому с ними все будет хорошо. Любое задание, которое вы стартанете... Кстати, таким образом и можно будет проверять. О, не понял. Офигенно эта штука работает. То есть, это влияет даже на заскриптованных зомби, которые появляются из дверей, да? А вы же видели, они только что из дверей появились. Да, по-моему, это мега странная штука. И я вижу, что пространство, конечно, хорошо тут освободилось от них. Но они все равно так или иначе подходят к себе. Ого хрена, это какой-то странный мод. Знаете, вот я, кстати, мог бы его доработать. Я как человек, который уже, какой там, второй год или третий даже снимает ролики по модам Dying Light. У меня есть нормальный оптимизатор для всего этого дела. Вот, кстати, вышел еще один. При том, то, что мы видим с вами здесь, в этом No Viral моде, есть, кстати, еще интереснее здесь штука. Оно полностью удалило зомби-бегунов. То есть, теперь ночь стала гораздо проще. При том, эта штука не работает с еще одним модом, который позволяет полностью выпилить этих прыгунов по ночам. Ну, поняли. И, то есть, эта штука вроде так же работает в кооперативе, насколько я знаю, но, по-моему, это слишком странно, да? Если зомбаки все равно отчасти здесь присутствуют. Их очень мало, я понимаю. Но, возможно, действительно всех выпилить у автора не получилось. Но! У меня есть идея. Давайте я сейчас сам попробую доработать эту модификацию с помощью одного тула. И мы с вами посмотрим на это дело немного под иным углом. Эм, прикольно. У меня, короче, этот скрипт не работает вместе с этим модом. Потому что он лезет в те же самые фейлы, по сути. В общем, у меня был один скрипт, который позволяет убивать зомби в определенном диапазоне от тебя. То есть, они не просто пропадают, да? Они чисто помирают от сердечного приступа, так скажем. Ну, смотрите, вот на такую большую зону, в принципе, один зомби только вон виден, да? Вон, полетиво. Вон, кстати, еще. Один или двое даже. Не знаю, как мне казалось, эта штука как-то поинтереснее все-таки работает. Фолловинги гораздо больше, не помню, упоминал или нет. Потому что они постоянно охраняют поля, которые, соответственно, ты должен исследовать, да? Какие-то там гнезды прыгунов уничтожать и так далее. Но здесь, к сожалению, не получается это делать в полную силу. Конечно, город выглядит гораздо более заброшенным теперь. Но какой от этого толк, если все равно заскриптованные зомби здесь так или иначе появляются, да? Сколько вот, вы думали, зомби на большой дороге появятся? Только двое, правильно? И тех можно спокойно убить, да? Еще бы они не толкались, им было бы вообще идеально. Сюда, сюда. То есть теперь зомбаки это роскошь. Теперь гораздо сложнее будет проходить ДЛ-1. Теперь можете просто спокойно умереть здесь со скуки, да? Но, кстати, в некоторых локациях все равно SFX от зомбаков, кстати, остался. Что тоже довольно странно. Ну, то есть, может быть, в теории они находятся внутри каких-то помещений, типа сараев, да? Вот таких, из которых выбраться должны. Но ничего абсолютно не происходит. Короче, рандомная какая-то штука. Название мода как-то больше за себя говорило, да? Я, кстати, напомню лично раз о том, что ссылки на те моды, которые я показываю в этом ролике, остаются в описании. Вы можете их, как говорится, проверить самостоятельно. Все показывается на последней стимовской версии. Ладно, но вайрал мод это, в общем, не совсем то, что нам здесь нужно. Мега странно выглядит, но теперь хотя бы на заброшках прикольнее будет бегать, да? Ну и давайте посмотрим на какую-нибудь третью модификацию, которую сейчас я постараюсь для вас запустить. И вернусь к вам буквально через одну склеечку. Ну и третья вещь. К сожалению, с тем модом, который я озвучил вначале, ничего не получилось. Но сегодня будет штука довольно глобальная. И мне даже по началу показалось, что лучше ей уделить целый ролик, а не отдельный кусок, который вы сейчас смотрите. Если я нажму Escape, то это оно. На что я хотел сделать обзор Dying Light 2, когда он только вышел. Но, к сожалению, так как там абсолютно искорежили, уничтожили, обезобразили все патчи. И, соответственно, мод потом тоже полетел по швам, хотя вроде его апдейтили. Это чит-меню. Это чит-меню, в котором есть очень много всего. Не переподьте, кстати, эту штуку с видеороликом, который я снимал в начале года, чтобы десектировать все читы в DL первом. Это делалось не с помощью этой штуки, я говорю сразу. Но что здесь есть? Вообще, на самом деле, тут разрешено абсолютно все. Чит-мод, год-мод, Unlimited Tam, то есть бесконечное оружие и так далее. Можно включать различного рода дебаги, например, с временем поиграться, как видите, прямо сейчас. Можно, например, целиком и полностью удалить объекты из мира игры. То есть вы будете видеть исключительно только зомбаков, которые есть здесь. Правда, непонятно, куда потом бежать. Но, как говорится, это уже не наша проблема, правильно? Ой, ну, а может быть и наша. Аналогично по поводу Player Cheats, хотя здесь и так, в принципе, все подрубается через запасные менюхи. X-Ray можно, PvP можно вырубить, с диалогами, в общем, можно поиграться, какую-то информацию дополнительную можно узнать. И, кстати, у меня игра стала немного проседать, наверное, потому что я переборщил с тем, сколько функций подрубил. Но, как я говорил, чит-меню это обычно такая штука, когда требуется более детальное изучение для того, чтобы именно что-то интересное показать. Хотя сама по себе чит-менюха, я думаю, вы прекрасно понимаете, что это. Естественно, к сожалению, работает здесь далеко не все. То есть, например, я мог бы сейчас поиграться с фильтром, но он тут какой-то стрёмный и практически не меняется. Также тут можно заспавнить себе кучу оружия, что, в принципе, и так понятно. Хотя это сейчас моя менюха с оружием, но, тем не менее. Менюха с автомобилем, можно, соответственно, здесь взять и скин. Можно её даже починить через эту чит-менюху. Но, по-моему, это такое себе дело. Это чисто штука уже для развлечения. Но, как я и говорил, относительно недавно вот я на неё наткнулся. Притом, да, вот, кстати, штука, когда можно заспавнить себе абсолютно всё. Работа она крайне криво. Здесь нужно сдать обозначение объектов для того, чтобы добавлять их в карман крейна. И, соответственно, кроме того, что можно подрубить чит-мод, когда тебе разрешено абсолютно всё, когда крейн не выдыхается, когда ты можешь набустить тебе абсолютно все навыки, здесь, в принципе, ничего такого нет. То есть, эта штука создана, скорее, именно для мотула, да, чтобы люди этим всем занимались. Чтобы проверяли, как будут выглядеть новые движения. Чтобы проверяли, например, на кастомных картах, сможет ли персонаж протиснуться в ту или иную дырку, которую они сготовили, да? Ну и так далее, и тому подобное. На самом деле, у неё огромный потенциал. И самое главное, через неё я когда-то записал вам отдельный ролик с подрубкой режима от третьего лица. По-моему, кстати, в обоих чит-менюхах, что в первой, что во второй части, это самая прикольная вещь, которую всегда могли добавить. Но, по поводу второй, к сожалению, уже вряд ли я смогу это сделать. Игра уже попросту потеряла потенциал. Да и DLC-шки туда, если честно, не добавляются. Хотя, время придёт. Может быть, мы на это дело когда-нибудь и посмотрим. Но, на сегодня всё. Народная солянка на сегодня закончилась. Сегодня мы глянулись с вами на топ-3 лучших модификаций за весну этого года. Надеюсь, вам понравился видос. Если это так, не забывайте оценивать его лайком. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Напоминаю, что скачать их можно по ссылкам в описании. Ну и играйте в хорошие игры. Играйте с хорошими модами. С вами был Спектр. Мы обязательно с вами услышимся в этой игре. Но уже летом. Ждём новых проектов и терпим. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok